Любая мораль, она возникает, скорее, как географическое явление. Знаете, как кто-то живет в горах, а кто-то в пустыне. Конечно, условия жизни должны быть разные, одежда должна быть разной. Отвлекусь на мгновение, помню на одном из форумов одна женщина экзальтированная писала, что арабы в пустынях ходят во всем черном, потому что они, ну, что-то вроде приспешники сатаны, вот все их тянет к этому черному культу, связанному там с древними цивилизациями. Ну, я и написал, что арабы в пустыне носят черный цвет, а не белый в основном, потому что черная одежда, черный цвет не пропускает ультрафиолет, там же в пустыне, жесть. Да, черный нагревается сильнее, это мы все знаем, но арабы гоняют все в черном в пустыне, как вы видели. Ну, бывают какие-то платки белые, но это скорее как праздничные, как наряды, да, там у шейхов, которые и так в тени сидят, а пахалами его обрабатывают. Я аж забыл, а что это я так отвлекся? Я говорил это к тому, что в разной местности разные условия проживания. Так же и мораль. Правила везде вырабатывались свои. Например, в мусульманских странах нормально, если у мужчины четыре жены. Но это же не просто так. Любая религия, она создана изначально разумными людьми. И правила четырех женщин было продиктовано необходимостью. На всем этом Моравийском полуострове и так далее, там смертность мужчин была очень высокая. Воины, они постоянно погибали. На то время соотношение мужчин и женщин было примерно один к четырем. Допустим, 100 мужчин и 400 женщин. И что делать? Оставить 300 женщин за бортом? Чем они будут заниматься? Начнется женская война. Они будут биться за мужиков, соблазнять чужих. Это проблема, это головная боль. 100 мужчин, 400 женщин. 100 тысяч мужчин, 400 тысяч женщин. Элементарная математика. Значит, одному мужчине надо брать в жены четырех. Если может, больше пусть берет, потому что кто-то явно не сможет. Но в целом это усреднится. То же самое в Индии. Сейчас же вот кто начинает насмотриться в интернете роликов, вот это все. Веды, ведизм, вайшновизм. И ударяются, все, хотят брахмачариями стать. Целебат, не заниматься сексом. Вот доктор Тарсунов, про которого я уже делал ролик. Он набрал большую популярность благодаря теме семейных отношений. Но в самом кришнаизме быть семьянином, это быть чмом. Ты просто на низших ступеньках иерархии. По духовной лестнице тебе внутри организации не подняться. Никакого секса. А если ты слабачок, ну да, разрешается тебе завести женушку. То есть ты неудачник. И уже на внутренних лекциях, где доктор Тарсунов, не доктор Тарсунов, а ударит хамадас, там он говорит совершенно обратные вещи. Что семья эта жопа. Кармическое молотилово. Но сама мода на Целебат, на то, чтобы быть брахмачарей в Индии, она тоже в свое время введена была мудрыми людьми. Потому что в Индии был обратный перекос. Не как у арабов. Было очень много мальчиков и очень мало девочек. Потому что девочек зачастую при рождении сразу убивали. Все рожали по многу детей, а с девочками это большие проблемы в Индии. Особенно бедные люди не могли себе позволить. Там, чтобы выдать девчонку замуж, нужно было там какое-то наследство большое накопить, кучу денег, ну нафиг никому это не надо. То есть, чтобы кому-нибудь сучить свою дочурку, нужно было просто задницу порвать. А если у тебя 10 или 5 дочурок, тебе жизни не хватит. Всей твоей семье столько денег заработать, чтобы ее судьба греть. Ну, такие правила. Другой уклад жизни. В результате девочек просто убивали очень много. И мальчиков было с большим перевесом. Ну и что, теперь обратная ситуация. 100 девчонок, 400 мальчиков. Им что, накидываться всем на 100 девчонок? Что будет, если 100 ребят женятся на сотне девчонок, а остальные 300, уже как 300 спартанцев, остальные 300 индийцев с горящими глазами будут на все это дело смотреть? Добра не жди. Поэтому всегда религии управляли человеком через жадность. Пообещай ему, что не заниматься сексом, быть брахмачарией, что это круто, что это духовно, что это приведет тебя в рай. Что ты не то что на голову, на все тело выше тех, кто предпочел жизнь семейную. Так же и с вегетарианством. Само по себе хорошее дело, но пообещай человеку, что быть благочестивым, что не заниматься сексом, не есть мясо, не совершать еще каких-то деяний, что это даст мощнейший духовный прирост, человек на это купится. Потому что он жадный внутри, ему хочется. Раз царствие земное недоступно, хотя бы царствие небесное. Всех собрали, поняли, что отношение 1 к 4, ну там не 1 к 4 было, там может даже 1 к 10 в Индии было. Это я так, для сравнения наугад взял цифры. Мы же говорим о болливудской версии 300 спартанцев. Мудрецы видят такое дело, пацанов много, девчонок мало, ну что делать? Надо выводить моду на брахмачарий, на целебат, на воздержание. Ну и рассказали, как в рай попасть. Как стать крутым. Глаза загорелись, жадность. Круто я стану духовным. Все, с этого дня никаких девчонок. Ну и все сразу загорелись. Что, вообще, да? Вот просто не спишь с девчонками. И все. И дичайший форсаж духовный. Те, да, конечно, лет через 10 уже, скорее всего, святыми станете. Потому что, когда они придут через 10 лет, скажут, что-то я не становлюсь святым. Я что-то не так делаю, вы же обещали. А ему скажут, подожди, ты не занимаешься сексом. Конечно, я не занимаюсь сексом. Ну ты мечтаешь об этом иногда? Тут, а че, нельзя, что ли, быть? Конечно, нельзя. Какая разница? Прелюбодеяние есть прелюбодеяние. Да, телом ты уже чист. Но ты мыслями и чувствами, эмоциями еще пребываешь в этом. Ты продолжаешь заниматься сексом в мыслях. Тут, блин, о чем сразу не сказали? Мой мальчик, всему свое время. Тогда ты еще не был готов услышать эту истину. Ты уже прошел первый уровень, не отчаивайся. Пройди второй. Ты уже на полтела выше всех остальных этих жалких семьянинов. И тут пацан такой, да-да? Ну раз вы так говорите. Да, круто, круто. А действительно я неплохо форсанул. Пойду дальше форсить. А мысли его до конца жизни будут посещать об этом. Потому что в юности-то он не хватанул этого, не познал как следует. Не выложился по полной, на максимум. Конечно, у него будут сексуальные фантазии его до смерти преследовать. А семьянин, наоборот, если нормально развивается, по индийской системе, примерно к 49 годам уже все. Ну ему даже это не интересно. Самое время уйти в лес, нормальной саньясой заняться, помедитировать. Все. Ты отработал. Обществу долг отдал. Социальную жизнь прожил. Можно сказать личности до свидания. И таким образом жадность человека направлялась в конструктивное русло. Ну что плохого? Что он не бухает, не убивает никого, не насилует, не идет кого-то резать, не становится бандитом, а женщина не становится проституткой. Надо же как-то обществом управлять. Мы его сейчас законами управляем, демократия у нас. Ну вот. Везде свои минусы, свои недостатки. Все. Продолжается сюрреализм. Продолжение следует.